Добрый вечер, дорогие телезрители. После новогодних каникул первый выпуск в 2018 году программы «Народный контроль», которую веду я, Дмитрий Аргунов. И листая в эти долгие зимние дни, ощущая вот тот холод, кстати, природа нас одарила, можно сказать, вот тем потеплением, которые были на новогодние праздники, но сейчас холода обратно возвращается, с особенной, скажем так, грустью легкой, что ли, отмечаешь ценность от тепла. Тепла, которая согревает наши дома, придает нам в буквальном смысле жизни. И в социальных сетях очень острая и актуальная, я считаю, дискуссия произошла между пользователями, нашими коллегами, которые строятся в частном секторе. Какой вид, скажем так, энергоносителя, какой вид отопления выбрать для частного сектора? Получается, газ, электричество или уголь? Программа «Народный контроль» решила задаться этими вопросами. Смотрите. Итак, дорогие друзья, давайте мы для начала проапеллируем к опыту пользователей. Вообще нюансов, конечно же, множество, начиная от тех или иных моментов тех присоединений, которые частный домовладелец испытывает. Вот вопрос звучал так. Пришел наш коллега к организации, которая осуществляет газификацию, и ему насчитали порядка 300 тысяч. Я так понимаю, что это и с оборудованием, со всеми работами и так далее, и так далее. Возможно, линия лежит где-то там в метрах 200. Возможно. Все может быть. Все вот эти нюансы мы, скажем так, кстати, выясняли наши респонденты из Госкомцентра. Но есть вот частный опыт. Коллега наш задался вопросом. Может, ну его к черту этот газ, и можно ли подумать об альтернативных видах топлива. Всеми любимый, уважаемый дядя с зелеными усами является домовладельцем с давних очень пор. И, Анатолий, вопрос звучит так. У тебя есть, можно сказать, печальный опыт перехода на электрокотел. Давайте вот начнем, поделись своим опытом. Да, ну не только мой, но я знаю и тех, которые еще тоже даже перезимовали полностью. Допустим, у меня был печальный опыт в том, что я три месяца топил на электрическом котле, да, потому что у меня, ну, газ, у меня было переоборудование. И поэтому я сам опоздал до осени, потом вот все эти вот дела, и пришлось мне какой-то период, не свой дом, в котором я живу, у меня там как бы гараж, еще домик, котельная отдельная, я хотел перевезти вообще на новое, да. И вот у меня стояли машины, я сам там работал, поэтому мне заморозить его было как-то... Не с руки. Не с руки, поэтому я решил подключиться к электрокотлу, и вот он у меня накрутил порядка 140 с лишним тысяч за три месяца. 140 тысяч? Да, ну квадратура там 100, ну около 150, если общий считать. И вот поэтому как-то я... Хорошо, что мне пошли навстречу, и я сейчас частями оплачиваю, хорошо, что есть такая функция, да, в энергетике. И в принципе я как-то из долгов сейчас выхожу, но людям хочу сказать, что альтернативы газу сейчас пока нет. Потому что электроотопление, оно, я так думаю, что подходит домам, которые очень хорошо утеплены, почти термос, да, новыми, совсем хорошими материалами построены, и квадратурой не больше 100, да, 80 там же. Для таких вот маленьких семей оно может как-то быть альтернативой, да, там, если за 10 тысяч, если не переваливает, это в принципе нормально, потому что за газ тоже надо платить. Все удобства, конечно, за все надо оплачивать, потому что сейчас у меня газ как бы самый такой вот экономичный вид топлива. Ну, давайте, хорошо, не такое уж печальное, 140, в принципе, можно было и 340, да, можно было, если при условии того, что твои строения были бы достаточно хорошо конструктивно утеплены, да, то, в принципе, цифра была бы куда меньше. Потому что есть еще опыт еще одного нашего коллеги, который в Покровске, это, считайте, Центральная Якутия тоже, да, перезимевал на электрическом котле, и за самый холодный месяц он примерно 8-9 тысяч, да. То есть люди за газ в деревянных домах, в брусовых домах платят примерно такую же сумму. Даже больше. Вообще, вот главный энергоаудитор, я считаю, всей республики, да, человек, который имеет огромные наработки в благоустройстве, в инженерном благоустройстве. Егор, каковы плюсы всех вот этих видов? То есть можно же еще, не только на электричестве, да, можно еще углем, дровами и так далее, и так далее. Можно и на центральном отоплении. Центральное отопление надо еще не учесть. Но все поддается в сравнении же. Например, вот если сначала, вот если сравнивать тарифы, да, все в тарифах же. Самым дорогим у нас на самом деле является, во-первых, центральное отопление. Потом идет электричество. Самым дешевым у нас является газ. Потом идет дрова и уголь. И между ними остальные, например. И именно вот если вот вообще в общем отвечать, да, на этот вопрос, то такого универсального рецепта не существует. Что лучше, да? То есть все индивидуально надо делать. То есть в каком районе находится данный дом, да? Кто живет в этом доме? Количество человек? Он работает, не работает? Есть ли старики у него, да, например? Какой температурный режим у людей подходящий? Некоторые любят плюс 18, некоторые плюс 27 любят. Еще зависит от их образования, например, да, их предпочтений. Образование. Да, образование тоже играет очень большой роль. Во-вторых, зависит от... То есть ты мне, подожди, вот на этом моменте поподробнее. Человек с высшим образованием будет хуже топить, чем человек с техническим образованием. То есть направлением, да? Конечно. Потому что, ну, это потом еще коснемся. Во-вторых, у нас не везде есть газ, например, да? Не везде есть... дадут разрешение на подключение к электрическим сетям. То есть нигде, не везде можно доставить уголь, не везде можно найти дрова. То есть это тоже... То есть доступность энергоносителей тоже играет очень большую роль. В-третьих, играет роль тепловая защита зданий. То есть дома все разные, материалы все разные. И вот потребление тепла, да, вообще, все зависит от тепловой защиты. Тем выше тепловая защита, тем меньше у нас потребление. То есть выходит такая экономическая модель, капитальные вложения при строительстве дома и эксплуатационные расходы потом. Капитальные вложения, то есть дом строится один-два года, например, грубо говоря, сколько-то ты влаживаешь, а эксплуатировать ты будешь минимум 50 лет. И вот это все надо рассчитывать. Весь техпресс мы подключаем статью капитальные вложения. Конечно. А первоначальные капитальные вложения. Да. Стоислав Инакиневич, вот у нас флагмана газификации, организация, которая осуществляет газификацию и на самом деле выполняет очень большую социальную роль. Как все уже сказали, да и многие знают, что газ это свобода, это современно на самом деле, это экологично. Потому что печальный опыт, опять же, людей, которые используют те же твердотопливные котлы, они вынуждены каждое утро выгребать ведром вот этот шлаг, потом выносить, куда-то его сгружать и так далее. Потом еще с соседями же проблема. Потому что не каждому понравится, когда ты топишь прямо чуть ли не в центре города углем. Потому что копоть разбросает так, что никому это не понравится, в принципе. Это уголь подходит где-то там за городом, да. Какие-то вот огромные территории, где можно спокойно поставить. Хотя это законом, конечно, не регулируется, да, хоть чем топить. Но человеческие отношения это точно испортится. Точно испортится. Слава Евгеньевич, все-таки вот этот момент, который называется технологическое присоединение, да, мы будем долбить еще, еще и еще. Это комплекс целых мероприятий, которые осуществляют либо угры сахотрансферчегаза, либо подрядная организация, которая... Почему все-таки все задают вопрос, почему стоимость... Ну, только ленивый сейчас не был. Почему у нас такая дорогая стоимость газификации? Давайте вот еще раз попробуем продолбить на эту тему. У нас на сегодняшний день по первой категории подпадают заявители до пяти кубов. Это примерно по Якутии где-то около 150-200 квадратных метров дома. Ну и помещения любые. И если у вас по улице проходит распредсети, вы можете рассчитывать на тариф до 50 тысяч рублей. До 10 метров и, ну, свыше, там, в середнем у нас получается по 60 метров, это, грубо, 57 тысяч рублей. До границ земельного участка. А там внутри, там все зависит от заявителя. Там какой котел они поставят, там какое оборудование может быть. До земельного участка, революция, вот, госкомуционный рек утверждает стоимость. Добавлю небольшую ремарку. Да. У нас льготная ставка по газификации утверждена в районе 49 тысяч рублей, да. А ставка до 10 метров, она уменьшена на 14 процентов и приравнена к ставке до 10 метров. То есть получается по льготной категории граждан, да, они оплачивают 49 тысяч рублей. Если для целей предпринимательства, то там кубку, оба, чуть побольше равняется 15. 15, а стоимость 57 тысяч рублей. Еще у нас в 2018 году в стандартизированных тарифных ставках появилась возможность подачи коллективной заявки. Это очень важно, да. Вот раньше, когда Сахан Травоснефтегаз выставлял для одного заявителя на, допустим, 300 тысяч рублей, сейчас вот, например, если они скопируются, ну, допустим, там 5 человек соберется, да, то есть, соответственно, это будет в 5 раз дешевле, ну, приблизительно. Аня, почему все-таки, Станислав, почему все-таки, когда Сахан Травоснефтегаз и Госкомцен декларируют такие цены, 47-49 тысяч, да, примерно, ну, если вот так вот, мы, в конце концов, получаем вот эти вот самые пресловутые 300 тысяч. Откуда они берутся все-таки? Ну, вот еще тут надо уточнить, да, потребителям, да, которые, мы вот как считаем, вот сказали, да, 50 тысяч и стояк вывели, а потом идет же внутрянка еще, до того, как подключить печь, там еще какая-то энная сумма в зависимости от метра. Как ты все это вот запланируешь, насколько глубоко у тебя стоит дом, какие внутренние сети у тебя еще большие, да, есть ли у тебя там в гараже конвектора. Котельная здесь, тухня вообще там. Все это все накручивается. Поэтому, да, какое оборудование стоит, поэтому люди, вот, даже вот очень просто вот могут послышать, да, оказывается 50 тысяч, и мы можем запуститься. Далеко не так. Поэтому вот сумма все-таки перевалит в среднем за 100 тысяч, да, если нормальный такой средний дом. Ну, по своему опыту скажу, у меня газовая линия проходила, ну, скажем, в двух метрах, да, и стоимость газификации с учетом оборудования мне составила 137 тысяч. Это примерно нормальная стоимость, когда вот труба проходит... Рядом. Да, низкого давления рядом, и проводишь, скажем, метров 8 до здания, и там уже устанавливается котел. Это нормально. То есть нужно ориентироваться, еще раз, не входить в иллюзию какую-то, да, о том, что вот заявлено 47 тысяч, а нужно учитывать, еще есть проектные работы, которые не учитываются, да, Еще есть стоимость оборудования, плюс, если ты просто котел возьмешь, не поставишь там, и домоход, и все прочее, и так далее, все это, скажем так, да, набавляется, и набавляется стоимость. Стоимость системы еще. Стоимость системы, и так далее, и так далее. Стоимость системы с котлом дороже выйдет, чем газификация. Чем газификация, да. Поэтому вот эту статью не надо пугать страшилками. На самом деле, я так полагаю, объективно, стоимость газификации в учете... Вот ты построил дом за 2 миллиона, скажем, грубо, да, и при этом заложил еще 137 тысяч в эти же 2 миллиона, это нормальное явление. Это не превышает, скажем так, ставки 10-15% от стоимости, и при этом будешь эксплуатировать по нормальному тарифу. Так, вопрос еще раз на засыпку. Говорят, очень многие не знают стоимость кубометра газа. Еще раз, давайте, госкомцин. Так, добрый вечер, коллеги. Кубометр газа на отопление в городской местности у нас стоит 5 рублей 26 копеек за кубометр. За кубометр. И если мы считываем месяц, мы порядка, ну, в моем случае это нормальное, то есть 1000 кубов это не те значения, скажем так, ну, порядка, сколько у меня выходило, 500? Ну, если по нормативу считать, то 1 квадратный метр порядка 40 рублей получается с учетом норматива, но так как стоят счетчики, и поэтому платеж в каждом конкретном случае, он может отличаться в ту иную сторону. Ну, скажем так, вот опять же, Ивор говорил, очень важное значение, и Анатолий тоже подтверждал, да, очень важное значение составляет конструктивные особенности того строения, который, если он у тебя из вот такого вот слоя, извиняюсь, пенобетона, да, который с гораздо лучшими теплозащитными характеристиками обладает, плюс еще сверху базальтов сантиметров 10 лупанули, да, не щадя, то эффективность вот этого здания будет куда выше, нежели те самые значения, которые мы использовали. Если еще Галышов вводить, то можно еще как бы от собственного тепла, и несколько рубликов даже можно сэкономить. Но это к тому, что если энергия сохраняется хорошо, то, конечно, можно тут много экономить. Да, нюансов на самом деле множество, и еще раз, от конструктива, от степени энергозащиты, от чисто проектных решений зависит очень многое. Если вы там поставили, извиняюсь, на домик 160 квадратов 8 радиаторов, да, то и ждать, скажем так, большего КПД в этом отношении, наверное, не стоит. Что же касается электричества? То есть все-таки электричество плюсы, это большая безопасность, ну, скажем, факторов таких меньше, да, это относительно простота управления, то есть даже пожилые люди. Но при этом стоимость. Оборудование дешевое. Оборудование дешевое. Оборудование дешевое, электрическое. Стоимость, давайте, тарифы, которые еще раз задумываю. Стоимость электрической энергии для электроотопления, она является льготной только в определенных районах. В общем-то, эта услуга, как электроотопление, она и была введена для определенных районов. Это та зона, которая подпадает под действие гидроэлектростанции. Это у нас Вилюйский, Верхневилюйский районы, Сунтарский, Нюрбинский, Ленский, Мирнинский, Олегминский. Все. Для остальных районов электрическая энергия в домах без газа составляет 3 рубля 98 копеек. 3 рубля 98 копеек за киловатт? Совершенно верно. А в тех районах? В тех районах от 70 копеек до рубля 20 копеек. В зависимости от этажности. Нюрбин, допустим, 84 или 86. Но это льготные тарифы, и они были введены. Почему? Потому что, когда началось строительство частного сектора, не было возможности подключить новые дома к центральному теплоснабжению, поскольку не хватало уже мощности действующих котельных. Поэтому, так как есть гидроэлектростанции, есть, главное, излишки электроэнергии, которые было решено пустить на цели отопления. Во всех других районах у нас есть центральное отопление, газ, в конце концов, как уже упомянули коллеги, дрова, уголь. И мы делали некоторые расчеты, сравнивали стоимость отопления квадратного метра. И получили по нормативам, конечно, в реальной жизни, с учетом стен, утепления, наружного воздуха и так далее. Это все может отклоняться в ту или иную сторону, стоимость. Но самый дешевый вид, это как раз вот эти котлы долгого горения. Далее у нас идет газ и печное отопление обычное, потом центральное отопление и электроэнергия. Электроэнергия у нас... Электроэнергия, она, конечно, в центральной Якутии все-таки не должна использоваться для отопления, только для освещения, для работы бытовых приборов. Да, и хочется добавить, да, о том, что вот в Велирской группе районов к электроотоплению подключиться там, ну, тоже не так просто, да. Это при наличии технической возможности, там отдельные техусловия надо получать, потому что там усиленные кабеля идут, потому что, ну, на преднапряжение иное, чем используют бытовые приборы, ну, приборы, получается. Не факт, что его сразу подключат, потому что там электросети сейчас тоже меняют старые на новые, СИПы, мощные. Если это отвечает тоже как бы требованиям электромощности, то тогда подключают без проблем. А если там линия пока еще слабая, трансформаторы еще не те, то тоже не факт. То есть такого явления нет, что в старом строении, по старым сетям взяли, воткнули в розетку электрокотел и начали отапливать. Вот такого явления нет. Нет, нет, конечно. То есть подается заявка, ну, коллега, наверное... Отдельный рот должен быть, отдельный счетчик. Хорошо, мы сразу после рекламной паузы, которая неизбежна на канале в тот самый момент, когда только-только дискуссия начинает разгораться в программе «Народный контроль», она наступает и перебивает все наши мысли. Но, опять же, мы сегодня рассматриваем основные виды отопления. Электрическое, газовое и, конечно, твердотопливное и дровяное. Увидимся сразу после рекламной паузы. Ну, пока тут пообщаемся сами. И мы продолжаем разговор, какой же вид отопления выбрать для частного сектора, для частного подводья. И пользуюсь случаем, что у нас руководство энергетических компаний, в частности, компания «Сахаэнерго», которая отвечает за... Ну, не за центральную Якутию, но все равно имеет дело с населением в тех районах, которые обслуживают. Все-таки, когда у нас энергетическая политика станет более лояльной, что ли, к населению? Ну, добрый день еще раз, коллеги. Ну, не сказать, что лояльная. Да, она всегда была лояльная. Просто энергетики, как всегда, люди, которые отвечают за надежность, прежде всего, да, потому что у нас потребителей очень много, и в угоду одному из потребителей мы не можем прийти к тому, что пострадают все остальные потребители. Они вынуждены идти на такие меры. И в силу того, что у нас на сегодняшний день те сети, которые построены в советские годы, они не были рассчитаны на, скажем так, электроотопление, да, и они сейчас не могут быть быстро, ну, такими темпами перестроены, и мы не можем обеспечить эти потребности в электроотоплении. Но надо сказать, что электроотопление на сегодня люди пользуются. До 15 киловатт ограничений нет. То есть люди могут заявить тех присоединений, получить 15 киловатт и использовать по своему назначению на электрокотел, на вентилятор, там, на конвектор, или как они хотят. То есть здесь ограничений нет. Вот. Другой вопрос, что стоимость этого тарифа, да, на сегодняшний день, она очень удобна, действительно, как сказал Егор. Она, во-первых, дешевое оборудование, простота в эксплуатации, практически не надо заниматься надежным оборудованием при правильной установке эксплуатации. Но вот тариф, действительно, он такой, какой есть. На сегодняшний день, вот как мы с коллегами разговаривали, тариф, он среднероссийский у нас по населению, он даже ниже, чем экономически обоснованный в целом по республике. То есть он 3 рубля 98 копеек, это очень хороший тариф. Лояльнее некуда, да? Да, лояльнее некуда. Но вот как мы обсуждали перед этим, да, надо сказать, для, с точки зрения обеспечения теплом, всегда, вот с технической точки зрения, всегда, вот, ну и с советское время всегда подходили таким образом. Чем меньше трансформации ресурса на получение энергии, тем лучше. И чем больше КПТ выработки, да, то есть энергии, то тем лучше. То есть, грубо говоря, вот газовый котел, газовая труба, с газа сразу вырабатывается тепловая энергия, это самый лучший способ. Ну, с точки зрения техники, это не касаясь денег. А если касаться электроотопления, вот, допустим, в центральной зоне, это получается газ ГРЭС-1, ГРЭС-2, там вырабатывается электроэнергия, вырабатывается, там есть определенные потери. И КПД выработки этой электроэнергии ниже котла, который будет там возле дома стоять. Она идет по сетям, там есть тоже потери. Есть, идет на трансформатор, классы понижаются, повышаются, там, в зависимости от сети. Они доходят до конкретного человека, и он уже начинает потреблять. И там все эти виды трансформации и потерь, в конечном счете, приводят к тому, что он потребляет на, допустим, на квадратный метр или на кубометр своей площади больше единицы газа даже. Вот об этом идет, то есть это тоже надо понимать. Поэтому не зря было принято решение, принят закон Госсобрания Милтумен, что электроотопление нужно развивать. И электроотопление развивается там, где у нас бесплатный ресурс, то есть вода. Это каскад Вилюйских газов. А почему бы и для Центральной Якутии не сделать тот же принцип, скажем так, не везде же у нас проложены сети сахатранснефтегаза, да? Не везде у нас люди. То есть фактически многие семьи альтернативы не имеют. То есть либо им тянуть от магистрали, которая там за 46 километров идет, если не на сотнях километров. В таком случае почему бы не сделать вот щадящий тариф, которым пользуются жители того же Сунтара или Нюрбы? Ну, жители этих районов, они пользуются льготным тарифом, потому что там есть излишки электрической энергии. В Центральной Якутии такого излишнего ресурса нет, поэтому пустить его на отопление просто не представляется возможным. Но зато есть центральное отопление, тот же самый газ, печное отопление. Есть несколько видов альтернативных. А в тех районах, о которых мы говорим, где есть совсем низкие тарифы на электроотопление, все-таки там альтернативных источников отопления нет. Егор, у вас есть же наработки определенные, вот как раз касаемо Сунтара, Нюрбыда, где люди используют электрическое отопление? Нет, у нас там наработок нет. Но просто вот говорю про твою идею, да? Государство пошло тем путем, что вот в Центральной Якутии, они в основном сейчас массово внедряются в центральное отопление и газификация. И центральное отопление у нас субсидируется для населения. То есть население, оно платит ниже, чем всевестоимость выработки тепловой энергии. Где-то 80-90% тарифа покрывает государственный бюджет республики. Это где-то 2 десятка миллиардов рублей в год. Население об этом не знает, почему-то вот об этом никто не говорит. То есть, тем более с пуском ГРЭС-2, тем, скажем так, жителям Якутской, Центральной Якутии, в принципе, нужно рассматривать такой вариант, как центральное отопление. Да, нужно рассматривать, но тут же надо этот вопрос тоже рассматривать комплексы, сети, сети, то есть сети-то рассчитаны все на то энергопотребление, которое не предусматривает электроотопление. Да, где-то в каких-то местах возможно будет перевести на электроотопление, да? Но в целом, если массово это будет внедряться, ну это просто приведет к коллапсу системы энергетики в центральном районе. А вообще, да, я считаю правильным, что с пуском ГРЭС-2 у нас появился какой-то избыток мощности. И эту мощность, в принципе, можно использовать, в том числе на цели электроотопления. Но при этом надо подходить комплексно, очень аккуратно, там, где сети позволяют, там, где позволяют, нет, отсутствуют другие альтернативные способы обеспечения отоплением. Вот там, да, действительно нужно подходить к этому, смотреть, в том числе... Ну тогда вот это... Давайте звонок, телефонный примем, говорите в эфире. Алло? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана, я звоню из города Алёк-Минска. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, у нас частный дом и конечная ветка... Мы хотели подключить электроотопление, но здесь у нас конечная ветка и ведут в гараж, и гараж под крышей на одном фундаменте ходит. Скажите, пожалуйста, мы обращались в нашу РЭС, и нам было отказано в связи с тем, что сказали, это не положено, и чтобы мы отрезали гараж и каким-то другим путем отапливали. Как-то будет смотреться, или положено ли нам льготный тариф вот в данном случае. Интересные нюансы. То есть жилое строение и гараж под одной крышей им отказали. Это Алёк-Минск. Ну, льготный тариф, он все-таки для жилых помещений установлен. Поэтому, а гараж, там один кабель идет, каким образом разводка? Ну, об этом история умалчивает. Но тут, опять же, мы получаем то, что нюансов много. Если, скажем так, стоит жилое помещение и рядом нежилое, то есть для отопления нежилого помещения, вот этот льготный тариф применяться не будет. У нас, да, льготные тарифы, они устанавливаются для жилых помещений. И не только вот в Алёк-Минском районе, а вообще по всей республике. Льготные тарифы на коммунальные услуги, как вот правильно коллега заметил, для населения, они только для жилых помещений. Только для жилых помещений. Так, доводя точку до конца, да, сколько примерно стоит центральное отопление? Примерно, вот, ну, дом в средней площади, 100 квадратных? На квадратный метр, если по нормативам, 54 рубля примерно. Если 100 квадратов, ну, 5400. 5400. Ну, это сопоставимо с ценами на газ в деревянном доме, средней степени энергоэффективности. Ну, примерно те же самые деньги получат. Ну, имейте в виду, это круглый год, 5400. Что? 12 месяцев, круглогодично. А, круглогодично. То есть, они дифференцируются, потребляем в мае мизер вот такой газа или нет. То есть, без равенства, оно лупит одинаково. Одиндима. Одиндима, да. Государство это берет в основном на себя расходы, самые большие расходы. Ну, то есть, вот эти 5400 составляют те самые 20%, которые домохозяин платит. Совершенно верно. Остальное это государство платит. Ну, поэтому вопрос, вот правильно говорят, должно решаться все комплексно. Анатолий, вы хотите что-то добавить? Ну, я уже как-то... Уже как-то позабыли. Нет, а вот, вспомнил, с введением ГРЭС-2, да, допустим, там система охлаждения пошла же, вот эти большие трубы. Вот как у них тариф тоже такой же выходит или сами могут установить там как-то, вот это надо объяснить. Потому что там частный сектор большой. В принципе, все засматриваются на эти трубы. И какой будет принцип подключения, и сколько это будет стоить? Если все, тариф такой же, то вы сказали сейчас, да, 5400. Центральное отопление будет такой же тариф, неважно, многоквартирный дом, частный дом. Центральное отопление у нас тариф 54 рубля 10 копеек на квадратный метр. Но по гикокалориям, если в рублях за гикокалории, он, конечно, дифференцирован по этажности. Но по этажности у нас разные и нормативы. Поэтому, когда мы определяем плату, плата это у нас тариф, умноженная на объем потребления, в данном случае норматив, то получается, что человек, неважно в каком доме живет, он платит в городской местности 54 рубля 10 копеек. Круглогодично. Круглогодично, да. То есть, вне зависимости от сентября, декабрь или май, да? Ну, это сделано 1,12. Сделано очень правильно, я считаю, потому что летом бы люди не платили, ну, то есть 0 рублей за отопление, при этом в зимние месяцы, декабрь, январь, февраль, платежи были бы очень значительными. И не все люди могут, естественно, такие суммы выплачивать за коммунальные услуги. Поэтому очень... Вы упомянули счетчик калорий, да? Если теплощетчики устанавливают, центральное отопление становится ли... Нет. Оно просто фиксирует. Просто фиксирует. Оно может быть даже выше. Все зависит от дома. Поэтому этот теплощетчик, это только первый этап энергоизбережения. Оно просто позволяет фиксировать. Фиксировать. Знать свои условия. То есть думать, что оно нам позволит экономить, это ошибочно. Потому что это для себя доконтролировать, сколько ты потребляешь. Это тебе выгодно или невыгодно? Ну, хорошо. Опять же, перейдем к частным случаям. Егор, опять же, не понаслышке знает. В среднем я плачу, ну, вот декабрь, январь, да? В среднем, ну, получается 1800-2000. Ну, за газ получается, да? Это площадь примерно 100 квадратов. Ну, те же самые эталонные 100 квадратов мы закладывали изначально. Анатолий тоже, в принципе, знает, но в моем строении было, да? Очень важный принцип. Принцип рекуперации, да? Который позволит существенно снизить, я так полагаю, те расходы, которые люди... Давайте мы немножко расскажем о принципе тепловой рекуперации, который... Ты имеешь в виду вентиляцию? И вентиляцию, и рекуперацию. Ну, ты вот не сказал, что у тебя вот эти расходы при работающей вентиляции. То есть он нагревает воздух, его используют и обратно выбрасывают. То есть если бы у него вообще не было бы вентиляции, просто дом был бы термос, у тебя бы расходы еще меньше были бы. Но у нас принцип был такой, чтобы здоровье человека важнее. То есть воздух всегда должен быть чистым, не отработанным. И вот то, что ты сказал, принцип рекуперации, он нам позволяет где-то экономить, вот выбрасываем воздух, да, где-то вот на его обогрев нового воздуха, где-то, ну, думаем, на 30-40% в наших условиях. Мы это должны еще исследовать. То есть палка, опять же, о двух концах, да. Если мы пытаемся снизить наши затраты на отопление, мы делаем дом-термос, обкладываем его метровым слоем базальта, пенополистирола, чего угодно, да. Закрываем окна двери, совершенно энергосберегающие окна и двери встали. Начинаешь задыхаться. И, да, часа через три, я извиняюсь от всех своих выделений, начинаю слегка задыхаться, да. Опять же, что, либо открываем дверь, форточки, и все вот это вот накопленное, сохраненное драгоценное тепло, на которое мы потратили, я не знаю сколько, замещаем наружной порцией, скажем так, воздуха, которая, извиняюсь, сейчас сколько, минус 42 градуса, да? Минус 42 градуса. И вот этот весь воздух от минус 40 нужно нагреть до комфорта, там, 18-26 градусов. Вот этот вот принцип. И правы те владельцы, которые на начальном этапе, еще раз, капитальных вложений, закладывают не только стоимость котла, систему отопления и так далее, и так далее, да, но еще и фиксируют уровень комфорта, который изначально будет в этом строении сохраняться. То есть все инженерные системы, вентиляция, отопление, водоснабжение, канализация, все должно быть учитываться. Все учитывается. И у Анатолия все-таки есть мысль, у нас 4 минуты остается, Анатолий, это как режиссер бывший знает. По самоциркуляции, какие твои мысли? Ну, на данный момент это самый удобный, как бы безопасный... Это уже специально для Олеси Войтовича, да, мы говорим? Да, потому что у меня, вот, допустим, брат, да, двоюродный, он живет в старом доме, старое отопление, металлическое, да, с чугунными батареями, со старым котлом. Он осенью вызывает, он вообще технически неподкованный человек, он живет там, занимается своими делами, и он вызывает осенью, чтобы подключить котел, и весной, чтобы его выключили. И все, на этом проблем нет. А так как я, вот, работаю в системе отопления, да, ошибка большая всех в том, что вот то, что сейчас новое, электронное, оно должно быть далеко не так при наших условиях. Потому что мы сейчас разговариваем, вот, на стенные котлы, допустим, в основном вызовы на эти котлы. Да, все это начинает... Глючить? Глючить, и обязательно выключается где-то ночью, под вечер или под новогоднюю ночь. Никогда не бывает, чтобы он выключился в 10 или после обеда, чтобы к тебе пришли нормальные люди, да, в рабочее время и сделали. Потому что мы пока не умеем эксплуатировать эти котлы, да? Грамотно. Грамотно. Потому что они стоят, вот, два года, очень хорошо стоят, никто к ним не подходит, никто там не вызывает это, чтобы прочистили там что-то, да? И потом с этим геликолем, да, который вот идет. Там они мудрят, кто-то там много воды заливает, кто-то вообще чистый заливает, да? И оно разъедает резинки, там все начинает течь, и это все сказывается, когда котел выходит на мощность, да? Это бывает декабрь, вот, январь. И эти котлы рассчитаны на европейский, да, вот, среднюю такую, среднюю полосу, да? И получается, наши котлы за одну зиму, нашу, они прорабатывают 3-4 зимы ресурса своего, по мощности. Они выкладываются. И вот, если котел простоял, допустим, 2-3 года, это, считай, котел прослужил по техническим своим, да, 8-10 лет. Но его уже приходится выбрасывать. Мы это, ошибка людей в том, что вот они, как бы, думают, что вот все современное, экономно и хорошо. Не всегда так, я скажу. Потому что я очень много хожу по вызовам, да, где что. И поэтому сейчас пока, я всегда людям советую не убирать старые там, да, печи, допустим, да, в деревня у нас газ пошел. И какой-то вот такой метод, потому что, вот мы говорили, да, вот технически образованные, это не в высшем, да, просто технически. Может, сантехник у себя, да? Сантехник. Да, он вообще никого не может не вызывать, он может спокойно все это делать. И, а мы не забываем о бабушках, там, о многодетных, там, одиноких матерях, которые не смысят в этом деле. И допускают такие ошибки, которые вот никто исправить в новогоднюю ночь не может. Хорошо. Анатолий, все-таки у меня сохраняется мнение, что КЧМ будет жрать куда больше, да? Естественно. Куда больше. Но, еще раз, всем тем домохозяевам, которые собираются строить частное жилье, нужно учитывать, опять же, все аспекты в комплексе. Для этого существует куча интернет-ресурсов, куча специалистов, к которым можно обратиться, и да пребудет с вами тепло. Вот чего я хотел бы пожелать, когда за окном минус 40. Увидимся. КОНЕЦ